Последнее время. Знамение последнего времени. Вчера мы говорили о возвращении еврейского народа из рассеяния. Знамение последнего времени. Сегодня мы рассмотрим дополнительное пророчество из языки или 38-й глава. Мы не будем рассматривать все это пророчество, но в 38-й главе у нас есть несколько описаний, точных описаний, которые даны нам в точности для этой ситуации, в которой мы сегодня живем. Действительность политическая, мировая, Ближнего Востока, в которой мы сегодня находимся. Пророчество это было дано 2500 лет тому назад. Сегодня перед нашими глазами это пророчество получает кожу и жилы, обрастает жилы и кожа. И вот Езекииль 38-39 главы. В этой 38-й главе описывается ГОК, который приходит к нам на войну. И в 5-м стихе описываются три страны, присоединяющиеся к нему. Три страны. Персия – это Иран сегодня. Там властвуют люди, шииты, экстремисты. Они хотят полностью уничтожить еврейский народ. Мы единственная сторона, которая угрожает полным уничтожением. Иран угрожает. Эфиопия – это область Судана, север Африки. Страна мусульманская, вооруженная. И оружие из Ирана проходит в Судан и Синай, в сектор Газу, чтобы воевать с нами. По иностранным источникам, Израиль взорвал там оружейные базы. И Ливия – это страна тоже мусульманская, с разными организациями террористическими. Они воюют друг с другом. Оружие тоже из Ливии переходит в Синай, в сектор Газу. И тут нам отмечаются три страны, которые вооружены, мусульманские. Они нам угрожают. Это было сказано 2500 лет тому назад. В шестом стихе Гомер со всеми отрядами его. Дом Фагарма от пределов севера. Со всеми отрядами его многие народы с тобою. Они присоединяются. И эти страны, которые отмечаются здесь, они включены в сегодняшнюю Турцию. Это области, которые были между Черным и Каспийским морем. Это, в общем, южная граница России сегодня. Оттуда они рассеялись. Эти народы, эти имена, эти группы в направлении к Европе рассеялись. И поэтому тяжело сегодня сказать, определить, в каком направлении. Но сегодня Турция, Ирдуан, не знаю, будет ли он у власти, когда это пророчество состоится. Но может быть, может быть, эта война очень близка. Ирдуан тоже сказал, он сказал, что он хочет быть в одной руке с Ираном. Они, и Иран, и Турция сидели вместе, и у них были, как это сказать, упражнения военные, тренировки. В восьмом стихе написано, «После многих дней ты понадобишься. Последние годы ты придешь». Это означает, что это пророчество для последних времен. Вчера мы говорили о возвращении еврейского народа. Видели, что это последние времена. В этой же главе, в шестнадцатом стихе написано, «Это будет в последние дни». Эти термины употребляются об этом времени, последнем, в котором мы живем. Посмотрим еще описание, которое он тут дает. Иезекииль, который сам был в Вавилоне, в Вавилонском плену, он пророчествует. Не только о том, что Иерусалим будет полностью разрушен. Он тут пророчествует о времени, что еврейский народ вернется из всех народов. Тут не говорится о Вавилонском плену. Из одной страны, где он вернулся, тут из многих. И скажешь, «Поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно». Все они избавленную от меча, собранную из многих народов на горы Израилевы. Здесь говорится о том, что это будет не в Уганде, не в каком-то месте. Они вернутся именно на израильские горы, на самом деле эта страна была разрушена. И они будут жить безопасно, будут возвращены из народов и будут жить безопасно. Сегодня мы живем безопасно. Были, конечно, войны, был террор, но в конечном счете мы живем хорошо, безопасно. И он тут описывает страну, землю и дает имена народам, которые вокруг нас, дает точные данные. Смотрите в 11 стихе, что написано. «И скажешь, «Поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно». Все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, чтобы произвести грабеж, набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины, на народ, собранный из народов. И тут он описывает опять нас, народ, который собран из многих народов. И он описывает, что города без запоров и без стен. В те времена не было стен у городов. В то время нужны были стены для городов, но сегодня мы не нуждаемся в этих стенах. Это описание сегодняшних времен. Сегодня мы страна почти 55-й, 51-й штат Америки. В культурном отношении мы относимся к Европе, допустим, европейской лиге баскетбола мы принадлежим, с географической точки зрения мы принадлежим к Азии. И мы живем, граничим с Африкой. И Египет граничит с Африкой. Мы тут живем на вершине земли, можно сказать, пуп земли. Это пророчество должно состояться в будущем, но это уже сегодня описание, политическая карта подходит к этому описанию. Я хочу закончить и сказать, что относительно этого пророчества есть много мыслей. Есть такие, что думают, что Гок и Магок и Антихрист это одно и то же. Я думаю, что Гок и Магок это ближайшее, что состоится. А потом Антихрист придет и после того, как Гок получит свой большой удар, Европа объединенная, она укрепляется. И между тем и этим будет построен храм. Об этом мы поговорим после. Сегодня мы видели все детали этого пророчества подходят к действительности сегодняшней. все это не подходило до сегодняшних времен. Это еще доказательство того, что Бог властвует над всем и мы находимся в Его руках. И Иисус сказал, никто не может похитить нас из руки Отца Небесного. Давайте укрепимся этими словами, осознанием этого и укрепимся на этот день. мир вам!